Уважаемые дамы и господа, я рад приветствовать вас на своём авторском музыкально-аналитическом канале, где мы вместе учимся не только слушать музыку, но и понимать её. Сегодня я хочу предоставить вашему вниманию свою авторскую музыкальную реакцию на клип Татьяны Куртуковой «Матушка». Я хочу вам ответить на два вопроса. Почему эта музыка является столь запоминающейся и столь цепляющей? И второй вопрос. Кому адресована эта музыка и этот клип? Давайте начнём. Полевых цветов веночек в утренней росе цветок, Соловья запев, свисточек сок, берёзовый глоток. Тишины послушать волю по тропинке в лес густой, Поболтать с берёзкой вдоволь про него и про любовь. Матушка-земоля, белая берёзника, Для меня святая Русь, Для других занозника. Матушка-земоля, ой, белая берёзника, Для меня святая Русь, Для других занозника. Ну что ж, я уже готов вам ответить, Почему цепляет эта музыка и что в ней такого особенного. Именно припев, который мы сейчас с вами слушали, Матушка-земля, И является основным хуком этого произведения. Что такое хук? Это та музыкальная часть, Которая цепляет вас больше всего в песне или в произведении, И которая потом у вас ненавязчиво начинает повторяться Из раза в раз в вашей голове, И вы способны её даже иногда напевать. Припев этой песни и есть та основа, Которая вас цепляет. Обратите внимание на прекрасные наряды, Которые использует Татьяна. Среди них вы увидите Наряды разных народов, Которые населяют Россию. Потому что Россия – это Многонациональная, Мультикультурная и Межконфессиональная страна, Которая живёт уже достаточно долго, Веками, В Союзе и мире. Этот мир достаточно непрост, И сейчас он претерпевает Свою трансформацию. И здесь заложено определенное послание К тем, кто живёт на территории России. Этого я коснусь в конце этого произведения. Также вы можете увидеть На фоне Татьяны, Позади неё, Разные орнаменты. Некоторые из них имеют Национальную окраску. Это тоже всё связано С основной идеей этого клипа. Не музыки, а клипа. Давайте продолжим. Сколько мне ещё годочка Пу-ку-кушки поспрашать, Про любовь свою девичью На ромашке погадать. Ключевой воды студённой, В сотах свежего метку, В чистом поле тёмной ночью, В небе звёздном утону. Матушка земля, Белая берёзника, Для меня святая Русь, Для других казанозника. Матушка земля, Ой, белая берёзника, Для меня святая Русь, Для других казанозника. Матушка земля, Для меня святая Русь, Матушка земля, Белая берёзника, Для меня святая Русь, Для других казанозника. Матушка земля, Белая берёзника, Для меня святая Русь, Для других казанозника. Матушка земля, Ой, белая берёзника, Для меня святая Русь, Для других казанозника. ну что ж дорогие друзья вот мы вместе с вами и посмотрели этот клип я хочу ответить на те два основных вопроса который поставил в самом начале на первый ответить достаточно просто особенность этого клипа заключается в музыке особенностью этой музыки является абсолютно запоминающийся припев который является хуком который зацепляет слушателя и дальше не отпускает до самого конца этого музыкального произведения основная тональность это ре минор построение достаточно простое куплет припев куплет припев бридж куплет припев все достаточно просто у этой музыки есть автор как и услов это петр александрович андреев с которым татьяна сотрудничает уже много лет и как мы можем видеть и слышать это сотрудничество очень плодотворно сама по себе музыка вы наверное в ней могли услышать легкие отголоски подобия эда ширана shape of you разумеется это не плагиат это и другой темпы ритм и другие гармонии но сама по себе перкуссионная группа и биты которые вы слышите являются современными что очень хорошо потому что татьяна исполняет в милой замечательной близкой к фольклорной манере исполнения и вот эти вот современные биты которые вы слышали они придают современность этой песне с точки зрения музыкальной я не имею никаких претензий исполнение прекрасно и сама музыка замечательно давайте теперь перейдем к второй части кому адресован этот клип и вот здесь как раз мы должны с вами обратить внимание на несколько особенностей одна из особенностей это то что татьяна постоянно меняет свои наряды кстати наряды пошиты прекрасно сидят на ней замечательно это наряды национальности которые находятся в составе современной россии россия это много национальная и много конфессиональная страна где на протяжении многих веков люди жили в мире это не простой мир это мир над которым работали многие поколения совершенно разных людей которые представляли разные национальности и разные народы населяющие россию то что татьяна представила их вместе подчеркивает наше единство и это определенное послание которое легко считывается в этом клипе другое послание находится на вербальном уровне на уровне слов и как раз в бридже и в припеве вы наверное слышали неоднократно повторяющиеся слова матушка земля матушка земля это общность славян поэтому это понятие именно матушка земля адресована всем славянам которые имеют общность корневую и родовую между собою еще одно понятие это святая русь в отличие от понятия русь а русь это политоним что такое политоним политоним это название граждан какого-либо государства без учета их этнической социальной религиозной и любой другой идентичности так вот именно русь является этим понятием но святая русь это понятие уже религиозная потому что святость имеет отношение к религиозности и это сон святых которые прославились на этой земле которые просияли на этой земле и сейчас если мы являемся людьми религиозными этот сон новомучеников мучеников и святых сияет нам указуя нам путь в будущее чтобы мы смогли выжить в тот непростой период когда наша русь или наша россия как общность всех народов ее населяющих становится для некоторых народов и государств понятием занозынка разумеется наше единство огромная территория наши принципы и наши традиционные ценности наше богатство ресурсов и природное богатство для многих стран является лакомым кусочком и вот здесь мы для них являемся занозынкой потому что мы противостоим тем кто хотят разрушить и наши традиционные устои и государственные устрои я надеюсь то как и раньше периоды тяжелых мировых войн россия будет не сломлена позвольте я подводя общий итог поблагодарю вас за то что мы были вместе что мы вместе посмотрели этот клип я рекомендую обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал поскольку здесь на ютюбе я могу говорить не все что думаю а очень многое из того что я говорю я вынужден говорить очень и очень продумано и сдержанно также я буду крайне рад если вы увидя пользу от этого канала станете его спонсорами таким образом поддержав российский сегмент музыкального блогерства на платформе youtube я желаю вам всего самого лучшего и надеюсь что до новых встреч с вами был автор канала макушка земля а а я я и и а и и и и и и и